Мехенди конь Мехенди? Из какого-то города? Я не запомнила вопрос. Из какого-то города? Я из далёкого города Когалыма, Хмао-Югра, это север, это холод, но Мехенди там любят, благодаря мне. Как давно ты рисуешь Мехенди? Я рисую Мехенди два года уже. Срок? Это срок. Отмотала. Отмотала. Как тебе мероприятие Мехенди конь? Сегодня второй день. Какие у тебя впечатления? У меня только положительные впечатления. Заряд энергии, наверное, на весь год и, наверное, не на... Ой, вот. Та-да-дам! Кстати, это Ира мне рисовала, да? Второй день. Первый день я спала как убитая, потому что очень сильно много энергии потратилось на обучение и так далее. Сегодня у нас в Мехенди пати, запахи хны, всё это прям удовольствие такое. Я балдею. Многие люди, которые далеки от темы, не понимают, что такое Мехенди, зачем это нужно? Что ты думаешь по этому поводу? Я к таким людям отношусь с пониманием, потому что у каждого свои тараканы в голове, свои мысли, свои направленности. Мне это нравится, но переубедить я не пытаюсь, но я пытаюсь показать свою любовь к этому искусству и показать, как это действительно нужно для, я не знаю, даже для человека в плане эстетики, в плане удовольствия, расслабления. Это даже не что-то, не красота, это, если кто-то в энергии верит, это что-то энергетически положительное. Не знаю, сейчас не могу подобрать слова, но вот что-то, я думаю, смысл я донесла. Как твои близкие отнеслись к твоему влечению? Ну, муж меня поддержал сразу, потому что и в вагоне воду со мной, ну а вот старшее поколение, конечно, не понимает. Маму я очень уговаривала. Спустя два года я ей уговорила дать мне руку, всё-таки она согласилась. Или ногу, хоть какую-то часть тела. Она согласилась, и она действительно согласилась, что это что-то такое, во-первых, спится спокойно, успокаивает нервы, и потом такое удовольствие ещё две недели, до двух недель длится. Вот, поэтому... Ну, а бабушка вообще не понимает, потому что говорит, что это татуировка, не подходи, не показывай мне. Плохая внучка. Да, плохая. Получается ли у тебя зарабатывает на Мехенде? Можешь ли ты зарабатывать больше, и как думаешь, что тебе для этого не хватает? Да, я зарабатываю на Мехенде, это сейчас пока мой основной заработок, потому что я в декрете нахожусь, и решила... Вообще по профессии я юрист. Юрист, экономист, и к искусству я вообще никакого отношения не имела до этого момента, как встретила Мехенде, и тут меня понесло. Я окунулась в это море удовольствия. А что мешает? Клиенты есть, деньги идут когда как, летом, конечно, больше, на ярмарках много, с праздниками связаны. А не хватает, наверное, потому что маленький город, и продвижения не хватает этого искусства, потому что действительно не все понимают, не все знают, что это такое. Просто нужно об этом как можно больше говорить. Можешь прямо сейчас начать? Что такое Мехенде? Мехенде, это уже образ жизни стал, потому что у меня даже дети говорят, мама, нарисуй мне Мехенде. Два года и четыре, доча два года сидит, и все, и все, и все. Устами младенца глаголит истина. Хорошо. Как ты видишь свое дальнейшее развитие в этом искусстве? Ну, я хочу совершенствоваться, не знаю, как я вижу. Хочу идти дальше, вперед, совершенствоваться, больше вот таких встреч проходить. Я только за такие движухи. Где ты обучалась до того, как попала на конференцию? Обучалась я в вашей школе у Ирины Александровской. Я стараюсь не пропускать там ни одного марафона. Даже если времени не хватает, все равно я потом пытаюсь доделывать быстрее-быстрее, хоть и времени не хватает. Ночами сижу, у меня муж уже привык, заходит, два часа ночи, я там сижу, рисую. Он когда домой, ладно, когда спать? Опять эти школа-мехенди-марафон запустили. Жена не спит. Ну и так стараюсь различных других. Сейчас я начала уже других художников смотреть, кто рисует маслом, кто начала смотреть художников уже, ну, как мировой классики. То есть меня уже в искусство потянуло. Я потому что до этого вообще не понимала, что это такое и не знала. Мне больше вот спорт, я бы пробежала 100 метровку, чем вот сидеть два часа и рисовать. Это не по мне было. Ну, типа, меняются люди. У каких мастеров еще хочешь поучиться? У тебя очень классные ученики нет? Ну, наверное, к Татьяне Килинской я бы съездила с удовольствием. Вот деньги бы позволяли, то это бы замечательно. У Полины Богатовой тоже. Вообще, каждые мастера, у каждого мастера свой стиль, свой характер, своя подача. И у каждого бы я хотела бы поучиться, как-нибудь состыковаться. Вот здесь вот на механике конференции мы много чего почерпнули. Я для себя лично, да. Вот на ступеньку я уже поднялась. Это еще не конец, еще последний день остался. Там еще вторая ступенька будет. Хорошо. Последний вопрос. Что ты пожелаешь новичкам? Новичкам? Во-первых, не сдаваться, если что-то там не получается. Какие-то там элементы не даются. Вдохновение не приходит. Все придет, все получится. Главное сидеть, корпеть. Труд, труд и еще раз труд. Идти вперед, желание совершенствоваться. Ну и вера в себя. Отлично. Спасибо. До тех.